Добро пожаловать на канал интернет-магазина Планета Страйкбола. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. Легкий бронежилет на быстросбросах LVAC Assault производства компании Emerson Gear поставляется в черной тканевой сумке, выпускается в различных вариантах расцветки. Относится данная модель к категории плитоносцев и является вольной вариацией от компании Emerson Gear на тему легкого бронежилета версии 6094, разработанного компанией London Bridge Trading и используемого самыми различными подразделениями вооруженных сил и силовых структур по всему миру. Вес собранного жилета составляет 1,510 кг. В комплект поставки входит сам бронежилет, состоящий из фронтальной, спинной секций, а также камербанда. Изготовлен плитоносец LVAC Assault от компании Emerson Gear из 500-й кордуры. Фурнитура выполнена из удара прочного пластика. В комплект бронежилета под сумки не входят. Есть административный карман на наружной поверхности фронтальной секции. Застегивается он на велкро. Внутри кармана есть холдеры из прорезиненной стропы для удержания предметов. Здесь можно разместить небольшого формата карты и документы, а также мобильный телефон. Все необходимые вам подсумки вы можете приобрести отдельно по своему усмотрению. Данный бронежилет имеет модульную основу, ведь на боковых проекциях расположены стропы моли, а на фронтальной и спиной панелях плитоносца имеется интерфейс MOLLE-, выполненный при помощи лазерной вески. Накладки MOLLE- внизу фронтальной секции и на всей спиной секции можно демонтировать, отстегнув фастексы и отклеив липучки типа велкро. Сюда можно устанавливать любое снаряжение с креплением на велкро. Это обеспечивает индивидуальность расположения носимого снаряжения под потребности каждого пользователя. Форма и размеры плитоносца делают возможным его ношение вместе с тактическими или боевыми поясами, куда вы также можете разместить необходимое снаряжение. На спиной секции сверху имеется эвакуационная петля для эвакуации пользователя из опасного места. Данный бронежилет совместим с макетами бронепластин типа САПИ, которые входят в комплект поставки. Для того, чтобы получить доступ к фронтальному или спинному подсумку для бронеэлемента, потребуется потянуть за стропу расположенную снизу по центру фронтальной или спиной секции. В результате снизу откроется клапан с креплением на велкро. После установки или извлечения пластины останется только закрыть этот клапан. На фронтальной секции расположен 5-рядный интерфейс MOLLE-MINUS, который позволяет крепить молесовместимые подсумки. Также выше имеется еще несколько рядов MOLLE-MINUS, покрытых велкро. На спиной секции 4 верхних ряда MOLLE-MINUS, также покрытый велкро. Это позволяет крепить на указанные стропы различные патчи. Форма фронтального подсумка плитоноса LVAC Assault под бронепластину обеспечивает удобную прикладку оружия, а общие компактные размеры бронежилета гарантируют его комфортное ношение. Внутренняя поверхность фронтальной и спиной секции, а также плечевых подушечек обтянута 3D-сеткой. Из нее же выполнена основа камербанда. Все это для лучшей вентиляции. На плечевых подушках есть петли из прорезиненной стропы, через которые можно протянуть провода или шланг питьевой системы. Для регулировки по росту потребуется настроить положение панелей велкро на плечевых лямках с пропуском через двухщелевые пряжки. Для того, чтобы настроить размер плитоноса по обхвату, потребуется извлечь камербанты спиной секции и утянуть до нужного положения резиновый корт, который скрепляет половинки камербанда. Застежка жилета на два края камербанда в области напузника. Для удобства имеются дополнительные петли из плотной стропы. Более простой способ использовать пряжки ROC-80 по бокам. Представленный бронежилет оборудован системой быстрого сброса при помощи двух пряжек ROC-40 и двух пряжек ROC-80 от компании DUE. Для того, чтобы сбросить жилет, достаточно потянуть хлястики пряжек на плечевых лямках и камербанде в направлениях, указанных стрелочками на самих пряжках, и сбросить плитоносец. Для восстановления достаточно совместить половинки крепления и зафиксировать их в исходном положении, о чем сигнализирует характерный щелчок. Надевается плитоносец LVSE Assault at Emerson Gear через голову, после чего останется застегнуть пряжки ROC-80 по бокам. Данный плитоносец подойдет игрокам, моделирующим как отечественные, так и зарубежные подразделения. Придется по вкусу бойцам, предпочитающим активный стиль игры.